МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сами. Но это оказалось мелочью. Для Екатеринбургцев праздничная ночь стала настоящим испытанием. А меня отравили! Ярослава старалась выглядеть как можно бодрее ради гостей. На самом деле она всю ночь мучилась от боли в животе. После того, как на новогодний стол все-таки принесли еду, Ярослава успела попробовать салат «Цезарь». Все. Муж Андрей, врач по профессии, поставил ей диагноз – отравление. Ближе где-то уже к пяти часам я уже просто на стуле полулежала. И у меня появилась слабость, и меня начало тошнить. Я Андрея, там как музыка громко играет, я его подзываю рукой, говорю, подойди, пожалуйста. Он подходит ко мне, говорю, проведи меня до туалета. Я на ней дойду, у меня тошнит очень сильно. То есть даже ходить не могла? Мне было, ну на самом деле, у меня была слабость. Спустя два дня после того, как отравление сошло на нет, Ярослава и ее друзья стали писать претензии ресторану и оставлять их в комментариях на его официальном сайте. Комментарии загадочным образом исчезали, а вскоре пропала и сама возможность оставлять сообщение. То есть, чтобы здесь написать, здесь было бы написано «Ярослава», и было бы окошечко для введения текста. Тебя забанили, что ли? В ресторане «Максимилианс» дать видео комментарии инцидента наотрез отказались. Директор заявил, цитирую, что не хотел бы светить свое лицо в средствах массовой информации. Конец цитаты. Поэтому публикуем его письменный ответ. Гость претензии на отравление к нам не обращался. Подтвердить или опровергнуть данный факт ресторан «Максимилианс» не может. Будет вестись разбирательство. С гостем у нас назначена встреча. Говорить до нее о каких-либо компенсациях считаю преждевременным. Екатеринбургский «Максимилианс» входит в федеральную сеть ресторанов и имеет аналоги в Самаре, Казани и набережных Челнах. В нашем городе его открыли аккурат под Новый год, и он уже полюбился представителям экономической элиты региона. Здесь праздновали корпоративы группа «Синара» и уральский филиал МТС. А репутация заведения для подобных клиентов превыше всего.